МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Совещание по реализации поручений главы государства провел премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов. Он указал на ряд вопросов, касающихся сельского хозяйства, транспорта и здравоохранения. В Петропавловском городском суде вынесли приговор по делу об отстреле Касуль. Четверо браконьеров получили от 8 до 11 лет лишения свободы. Челлендж «Накормить дикое животное» запустил студент одного из колледжей. Акцию поддержали активисты и волонтеры. Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел совещание по вопросам реализации поручений главы государства Касымжумар Татокаева, озвученных на расширенном заседании правительства 7 февраля. Глава Кабмина подчеркнул, что бюджетные расходы должны быть четко приоритизированы с акцентом на получение полной экономической отдачи, а непродуктивные расходы полностью исключены. Премьер-министр также указал на необходимость практически заново переписать проект налогового кодекса, изменив его философию. Обозначив ряд конкретных задач для придания нового импульса промышленному развитию, глава правительства поручил первому вице-премьеру Роману Скляру в течение 10 дней провести переговоры с собственниками всех крупных промышленных предприятий, в первую очередь в добывающих отраслях. Кроме того, глава правительства обозначил важность надежного энергообеспечения промышленных предприятий. В ходе совещания Лжасбекценов дал конкретные поручения по проведению цифровой трансформации, развитию транспортной и сельскохозяйственной отраслей, реализации нацпроектов «Комфортная школа» и модернизации сельского здравоохранения, а также реформированию механизмов социальной поддержки граждан, госзакупок и государственно-частного партнерства. Нам предоставлено достаточно полномочий для эффективного наращивания темпов роста, активного проведения и диверсификации экономики, привлечения инвестиций, решения всех стоящих задач. Министры должны быть самостоятельными, оперативно решать отраслевые вопросы на своем уровне. Всем необходимо понять, что темп работы будет высоким, а спрос – жестким. Самое большое количество детей участников программы «Нацфонд детям» проживает в Туркестанской области. Об этом рассказал директор департамента бюджетного кредитования Национального фонда и взаимодействия по вопросам финансового сектора Минфина Айбол Аргангазинов. В Туркестанской области деньги получили 922,8 тысяч человек. Им начислено 92,7 миллионов долларов. Всего в Казахстане 304,8 тысяч детей, которым исполнится 18 лет в течение этого года. Они получат право использовать свои накопления сразу при достижении совершеннолетия. Направить их можно на улучшение жилищных условий или образования. За 2023 год в специализированный межрайонный административный суд поступило почти 700 исков. Лидирующие позиции занимают проблему в сфере земельных правоотношений. Всего за 12 месяцев прошлого года поступило 127 исков по земельным спорам. Очень часто подаются иски в сфере госуслуг. Это когда ответчиком является НАО, Государственная корпорация, правительство для граждан. Оспариваются действия регистрационного характера. Налоговые споры. 45 дел. Это 6%. В сфере госзакупок. 38 дел. Либо 5%. В сфере здравоохранения. 30 дел. Из общего количества поданных исков возвращено 350 дел. 149 из них возвращено в связи с примирением. Важно отметить, что примирение с административным органом является одним из ключевых моментов в АППК. Еще два года назад невозможно было примириться с государственным органом. В настоящее время данный институт активно применяется в рамках рассмотрения административных дел. Но при этом есть свои тонкости, которые необходимо учитывать, нюансы. Это то, что обязательно у административного органа должно быть усмотрение. То есть полномочия непосредственно принять то или иное решение. Большое внимание в административном суде уделяется и сам. За 2023 год вынесено 144 решения. 99 из них в их пользу. Что составило 68,7%. В северо-казахстанской области четверо мужчин с осени 2022 года по февраль 2023 совершили незаконный отстрел 53-х косуль на окраинах областного центра, причинив ущерб государству на сумму более 68 миллионов тенге. В Петропавловском городском суде огласили приговор по этому делу. Суд установил, что обвиняемые действовали в составе организованной преступной группы, созданной Виктором Гурьяновым, с применением огнестрельного оружия, автотранспортных средств, с причинением крупного ущерба северо-казахстанской областной территориальной инспекцией лесного хозяйства и животного мира. Никто из подсудимых вину не признал. Каждый из них получил наказание в виде реального лишения свободы. В этой преступной группе судимость была только у Виктора Гурьянова. Гурьянова Виктора Алексеевича признать виновным в совершении уголовных пронарушений, предусмотренных частью 1 статьи 262 пункт 1 части 6 статьи 337 УК Республики Казахстан и назначить ему наказание по части 1 статьи 262 УК Республики Казахстан в виде 9 лет лишения свободы. По пункту 1 части 6 статьи 337 УК Республики Казахстан в виде 8 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с охотом сроком на 10 лет. В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 14 УК Республики Казахстан признать в действиях Гурьянова опасный рецидив преступления. На основании части 3 статьи 58 УК Республики Казахстан по совокупности уголовных пронарушений путем частичного сложения наказаний окончательно Гурьянову назначить наказание в виде 11 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с охотой, сроком на 10 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Подельников Виктора Гурьянова, именно Максима Гнелякова, Юрия Жукова, Николая Заора суд признал виновными. Они получили наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. В качестве смягчающих вину обстоятельств подсудимых Заор, Жукова, Гнелякова суд принял наличие малолетних детей. Также санкции и статьи, по которым осуждены указанные лица, предусматривают дополнительный обязательный вид наказания в виде конфискации имущества. Николай Заор находился под подпиской о невыезде. Его взяли под стражу в зале суда после оглашения приговора. Он не вступил в законную силу. Дарья Башмынцева, Ширния Сыманов, МТРК Молодежь Казахстана за будущее без наркотиков. Акцию под таким названием провели активисты городского молодежного ресурсного центра. В ней приняли участие школьники и студенты. По моему мнению, наркотики – это зло. Я с раннего детства увлекаюсь спортом. Категорически плохо отношусь к алкоголю, сигаретам и наркотическим средствам, а также оберегаю от вредных привычек своих родных и близких. Актуальной проблемой в современном обществе остается наркомания и наркопреступность. В прошлом году полицейские выявили порядка 300 правонарушений по этой линии. Для участников акции провели викторину о вреде употребления наркотиков. За каждый правильный ответ ребята получали сувениры. Накорми дикое животное. В таком челлендже сегодня участвуют активисты волонтерского клуба Камкор, что переводится как «забота». Сегодня они заботятся о братьях наших меньших, оставляя для них в лесу вот такие полянки с сеном. Как известно, в зимнее время для косуль наступают тяжелые времена. Из-за морозов и толстого слоя снега пропитание искать становится трудно. Вот такая поддержка поможет спасти жизни лесных обитателей, уверен инициатор челленджа Станислав Гвоздев. Я делаю это для того, чтобы животные не погибали, были всегда сыты. Но, конечно, понимаю, что мы не всех спасем, но, возможно, каждый, если так сделает один раз, возможно, мы все вместе больше спасем животных. Сейчас им тяжело, потому что снега очень много и им сложно передвигаться и доставать пищу из-под снега. Такая идея пришла юноше в голову, когда в его деревню стали приходить косули. Потихоньку он начал их кормить. Позже он решил устроить такую акцию и вступил в волонтерское движение. С 2011 года в нашем учебном заведении действует волонтерский клуб «Комкор», ряды которого постоянно пополняются. И сегодня более 400 волонтеров клуба оказывают посильную помощь. Волонтерство – это способ для молодых людей самовыразиться, самоутвердиться, найти единомышленников, воспитывать в них гражданская сознательность, духовные качества, конечно, милосердие, доброта. Эта акция была не единичная. Подкармливать лесных обитателей активисты намерены на постоянной основе. Тем временем в соцсетях на эту тему разразились настоящие дебаты. Под постами с видео, где кормят косуль, комментаторы разделились на два лагеря. Кому-то жалко порнокопытных, некоторые считают их вредителями и уверены, что вмешиваться в процессы природы не стоит. В территориальной инспекции лесного хозяйства нам дали следующий ответ. Как-то сказаться на экологии нашей области это не должно, потому что, скорее всего, с приходом тепла как минимум часть из них уйдет обратно, откуда пришли. Единственное, что хочется отметить, люди переживают, что косуль много, что они страдают. Но это природа. Просто по территории всей области распределить корма равномерно не получится чисто физически. Это надо понимать. Но в каждом охотхозяйстве есть кормушки, подкормочные площадки, солонцы, куда выкладываются корма. Единственное только что, естественно, никто это не афиширует. По данным прошлого года, косуль в регионе насчитывается более 20 тысяч. Сейчас их значительно больше, говорит специалист. Для поддержки диких животных в охотничьих хозяйствах специально заготавливают корма. Наша область поделена на территории охотничьих хозяйств. И каждое охотничье хозяйство обязано заготавливать корма для того, чтобы в тяжелый период времени, это именно зимний период, и первый месяц весны, возможно, март, проводить подкормку животных. В области у нас 47 хозяйств. Все они занимаются подкормкой. В этом году заготовлено именно охотничьими хозяйствами 770 тонн сена, 410 тонн зерноотходов и 430 тысяч штук кормовых веников и 15,5 тонн соли. В общем, подкармливание диких животных не должно повлиять на окружающую среду, уверяют в инспекции лесного хозяйства. Единственное, специалисты профильного ведомства просят не оставлять корм рядом с проезжей частью, ведь из-за этого растет количество ДТП. Диана Салихова, Олег Косинов, МТРК. Около 134 тысяч человек сдали январское единое национальное тестирование. Из них 76,4% абитуриентов сдали на казахском языке, 23,5% на русском, 83 человека на английском языке, сообщает Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан. Пороговый балл набрали около 77,5% абитуриентов. Всего 72 абитуриента набрали более 130 баллов. За период проведения ЕНТ выявлено 157 нарушений правил, в том числе возможности сдать тестирование за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 107 абитуриентов. За нарушение правил во время самого тестирования за аудиторией были удалены 50 человек. Их результаты также аннулированы, подставных лиц не выявлено. В областном центре творчества детей и юношества в честь празднования 35-й годовщины вывода советских войск из Афганистана прошла викторина. Тамирис Божатова приехал из Акаинского района. Ее команда называется «Сункар». Мозгобойник готовилась неделю. Я считаю, что это очень важная тема в нашем обществе. И все должны о ней знать, считая подростков, молодое поколение, взрослых людей. Потому что это исторически важные события. В викторине приняли участие 8 команд из колледжей города и школ области. Активно принимали участие ребята из районов Шалакына, Акаинского и Мамлюцкого. Целью викторины является воспитание гражданской позиции, развитие чувства патриотизма. В викторина состоит из трех блоков. Это история Казахстана, это Великая Отечественная война и это сам предмет НВПТ и военное дело. Оно посвящено 35-летию вывода войск из Афганистана. Всего каждой команде будут задаваться по 15 вопросов в общей сложности. Победители викторины наградили дипломами, медалями и кубком. Камила Карим, Диана Сакенова, Вадим Мударисов, МТРК. В рамках партийного проекта Кедер ГСС Келящек активисты партии Аманат вместе с представителями Козыбаев Университи и Объединение инвалидов Ардош Журек провели интеллектуальную викторину лидер 21 века. Хочется, чтобы студенты были более активны, принимали участие в различных мероприятиях, чтобы развивали свой внутренний потенциал и показывали, что на самом деле можно жить ярко, полноценной жизнью. Игра проводилась в три тура – Байга, Гамма и Кокпар. Участвовали студенты колледжей. Динара Тайманова, студентка высшего колледжа имени Махжана Жумабаева, учится на учителя русского языка и литературы. В подобных викторинах участвует каждый год. По ее словам, это помогает всесторонне развиваться. В этом году я приняла участие в интеллектуальной игре, которая объединяет лидеров, будущих лидеров, которые нас учат ораторскому искусству. Я очень рада принять участие в данном мероприятии, так как она будет развивать нас. Она дает нам толчок к развитию, новому дыханию. Я участвовала в прошлом году в таких мероприятиях, и мне было очень приятно. Просто я взяла уйму опыта. Викторина проводится ежегодно. Победителей и участников игры наградили дипломами и ценными подарками. Валерия Сиваш, Вадим Мударисов, МТРК Старший лейтенант полиции Нур Султан Джакупов достойно представил страну на международном чемпионате по кикбоксингу в столице Индии, городе Дели. В полуфинале он досрочно победил спортсмена из Непала. В финале его соперником был иранский боец. Североказахстанский спортсмен в погонах уже два года выступает за сборную Казахстана. В 2022 году полицейский стал чемпионом Азии на соревнованиях в Таиланде. Как отмечает первый заместитель начальника департамента полиции Канат Айдбаев, спортивные успехи являются мотивирующим фактором профессионального роста для сотрудников полиции, которым необходима хорошая физическая форма, чтобы исполнять обязанности по поддержанию права порядка и общественной безопасности. Компания Теплэка – единственный российский производитель энергоэффективных обогревателей на основе кварцевого песка высокой степени очистки. Теплэка работает по принципу русской печи – быстро нагревается, а затем долго отдает тепло. При использовании терморегулятора потребление всего 2,5 кВт в сутки. Обогреватель не сушит воздух и не выжигает кислород. Абсолютно пожаробезопасен. Выбери свой обогреватель Теплэка. Приобрести его можно по адресу Петропавловск, улица Бастандыкская, дом 78, телефон плюс 7707-343-6282. Пожизненная гарантия. Включил и забыл. Более 100 магазинов в России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактора Продолжение следует...